Друзья, рад приветствовать вас на канале Политека. Благодарим вас за ваше внимание и за ваше доверие. И не забудьте по хорошей традиции этому видео поставить ваш лайк, подписаться на канал и, конечно же, пишите ваши вопросы или комментарии под эти видео. Для нас это очень важно. Тем более у нас сегодня интереснейший гость Игорь Яковенко с нами на связи. Игорь Александрович, мы ее приветствуем. Эдуард, здравствуйте. Рад вас видеть. Приветствую аудиторию вашего канала. Спасибо большое. Это очень взаимно. И благодарны вам за то, что находите время присоединиться к нашему общению. Игорь Александрович, мы начнем с тем оптимистичным заявлением из США. Они говорят, что Украина добилась заметного прогресса в Запорожье за последние 72 часа. Но и Путин также в последние 72 часа заявил детям, что Россия непобедима. А еще и при этом заставил ребенка из Мариуполя благодарить за заботу о родном городе. Вот хотелось бы понять, это ответка Путина на заявление из США или, скажем так, это самовнушением он занимается? Ну, мне трудно сказать, какой из этих двух предложенных вами варианты. Я думаю, что оба. Но в целом вообще то, что Путин и дети, это один из самых отвратительных сценариев, которые в этой войне присутствуют. Потому что вообще не только в войне, вообще любое общение Путина с детьми очень напоминает растление малолетних. Путин действительно много зла сделал. И, конечно, в том перечне обвинений, которые будет ему, я не сомневаюсь, предъявлен на международном трибунале, первое место будет все-таки занимать преступление его в Украине, но его преступления в отношении детей российских, они тоже будут в этом перечне присутствовать. И то, что он сделал сейчас с российским образованием, с российской школой, это действительно заслуживает отдельного разговора. Уродование детских душ – это такой выстрел в будущее. И Путин этот выстрел сделал. Всякие разговоры о непобедимости России. Вспомним Крымскую войну XIX века. Вспомним Японскую войну. Вспомним поражение Финской войне. Ну и так далее. Как сбежали из Афганистана позорная афганская война. Ну и вот эта вот война против Украины, она, безусловно, закончится поражением. Поэтому стоит запомнить эти слова Путина после того, как в самое ближайшее время, я надеюсь, что Россия вынуждена будет очистить от своего присутствия украинский Крым. Ну вот просто в самое ближайшее время, я думаю, что это произойдет. Ну а так, понятно, понты, что остается еще, понты, пропаганда. У Путина мало ответов сейчас на украинское наступление. Вот один из этих ответов он пытался дать. Игорь Висадович, кстати, там же Шмидинский приготовил для 11-классников книгу. Как вы считаете, в мире современных технологий, да, мы понимаем, что в Российской Федерации есть много ограничений на использование других альтернативных источников информации, в том же числе и Ютуб, но все-таки, что в головах российских детей может больше победить? Или вот эта вот российская пропаганда, тоже включая книгу Мединского, или все-таки здравый смысл и поиск другой альтернативы и поиск правды? Это все очень индивидуально. Индивидуально, потому что, в общем-то, ценности и мировоззрение закладываются в семье. Роль школы, безусловно, огромна, но ее не стоит преувеличивать. И если в семье заложены другие ценности и даются другие знания первичные, то никакая школа этого изменить не может. Тут, да, безусловно, и в современном мире... Огромное количество других источников информации. Весь вопрос, что далеко не все хотят этим пользоваться. Но здесь есть две серьезные проблемы, которые заставляют меня не столь оптимистично смотреть на эту ситуацию. Первое. Школа... Вот в школе отношения, в российской школе, подчеркиваю особенно, в российской школе отношения вертикальные, как и во всем. То есть там есть, в российской школе продолжается вертикаль власти. Вот этот российский принцип, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, он в школе достигает абсолютного воплощения. Потому что, ну, вы что будете спорить с учителем истории, который будет рассказывать вам о том, что Украина напала на Россию, и Россия защищается от зловещих планов НАТО ее уничтожить. Вы будете спорить с учебник... Тем более, этот учебник 11 классов, для 11-классников. И у вас выпускной класс, вы будете спорить с учителем. Результаты будут следующими. Первое, вы не получите аттестат о среднем образовании. Это первое. И второе, при каких-то обстоятельствах будет написан донос. Ваших родителей привлекут к уголовной ответственности и лишат родительских прав. Что, собственно говоря, и бывает. Поэтому еще раз подчеркиваю. Вот первое, это то, что вот есть вот эта вот властная вертикаль. Власть учителя. То есть, вы не можете спорить на равных. Вы не можете, так сказать, отстаивать свою точку зрения. Ну, точнее, можете, но результат будет плачевный. Все это понимают. Это первая существенная вещь. Поэтому у тех учеников, у тех детей, которые не согласны с этим бредом, возникает серьезная проблема. Что делать? Открыто высказывать свою точку зрения и создать серьезные проблемы не только для себя, но и для своих родителей? Или все-таки пройти вот эту школу, школу двуличия, лицемерия? Ну, сложный вопрос. Вот я, откровенно говоря, не знаю, что бы я посоветовал тем ребятам и тем родителям, которые сегодня отправляют своих детей в школу. Вот, положа руку на сердце, я бы все-таки не рекомендовал сегодня в школе высказывать свою точку зрения, детям бороться, отстаивать свою точку зрения, потому что это просто опасно. Просто есть случаи, когда родители арестовывали за антивоенную позицию детей. Есть конкретные случаи. Девочка нарисовала плакат антивоенный, родители ее отца арестовали, ему грозит уголовное дело, и начали процедуру лишения родительских прав, и девочку собрались отправлять в приют для несовершеннолетних. Ну, вот результат. И второе, в целом, в общем-то, действительно, для многих сегодня соглашаться вот с этой официальной точки зрения, с официальным мракобесием, это комфортно, потому что, ну, бог с ним, какая там разница, что там Украина, что там Крым, что там НАТО, какая разница, была Россия всегда непобедима или нет. Но главное, что если не возражать этой точке зрения, то можно в каком-то относительном комфорте существовать. Если возражать, то это означает, надо что-то делать. То есть, это вот проблема. Ну, а со школы я сказал, что это действительно огромное преступление. И еще одна группа пострадавших – это учителя. Потому что, да, среди учителей есть разные люди, есть те, кто известен своим участием в фальсификации выборов, известен тем, что всячески поддерживают вот эту вот преступную войну. Но есть и честные учителя, в том числе и учителя истории других гуманитарных дисциплин. И вот что им делать? Вот им дали этот учебник, учебник трех преступников, в том числе и Мединского. Но вот что им делать с этим? Открыто сказать, бросить этот учебник на стол директору и сказать, что я не буду по нему учить? Ну, хорошо, тогда последствия я только что перечислил. Ну, а что в этой ситуации? Вот я бы, откровенно говоря, я начинал свою преподавательскую работу сначала в школе, когда-то очень давно, примерно 45 лет назад. Но я должен сказать, что вот сейчас я бы, пожалуй, не смог. Я бы все-таки, наверное, уволился. Я понимаю, что это выбор человека, который на практике не должен этот выбор делать. Я понимаю, что где-то в каком-то небольшом городе, где нет работы, уволиться. Это катастрофа, это, в общем-то, очень тяжелый выбор. Но я с трудом представляю себе, как входить в класс с таким учебником. А входить в класс с другим учебником – это вызов. Это же почти наверняка будет, весьма вероятно, что будет донос. Ну, и дальнейшие последствия хорошо известны. Так что вот учителя – это еще одна категория, которые, кроме детей, которые пострадали от этого учебника. Ну, не только учебника, но вообще от этого курса на оболванивание людей. Кстати, по поводу российского лицемерия. Российская армия поставила на боевое дежурство межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», ядерную чудо-ракету Путина, способную нести широкий спектр ядерных и гиперзвуковых боеприпасов, как говорят, чтобы все боялись. Ну, и при этом сам Путин боится покушений, как недавно сказал Песков о том, что Путин будет втайне перемещаться и по России, и также его заубежные поездки, я так понимаю, что в том числе и в Китай. Ну, и появилось видео, где он выходит не из основной машины с мигалками, а из машины-кортежа. И недавно он заявил, что нужен миллион операторов дронов. Оно и понятно, знаете, если операторов, так сразу миллион. Чего же мелочиться? Но о чем мы там уже свидетельствуем? С одной стороны, вот это вот заявление о супероружии, о Великой России, а с другой стороны, хоп, мы все чего-то и боимся. Вы понимаете, Россия готовилась совершенно к другой войне. Ну, прежде всего, Россия продолжала вот эта вот военная доктрина России, она исходила из того, что главный враг это Запад, Соединенные Штаты Америки, и поэтому вот производили вот эти вот гигантские межконтинентальные баллистические ракеты, которые были в основном нацелены на Соединенные Штаты Америки. Ну, о том, насколько они эффективны, это тема отдельного разговора, и это все-таки лучше говорить с военным экспертом. Но, еще раз подчеркиваю, Россия готовилась вот к этой межконтинентальной войне со страной, которая находится за тысячи километров по другую сторону океана, по другую сторону двух океанов, скажем так. Так вот, поэтому Сармат, поэтому вот это вот, как они говорят, чудо-оружие. Долго его. Его должны были, так сказать, поставить на боевое дежурство еще два года назад. Мы слышали несколько лет об испытаниях этого Сармата. Каждый раз эта ракета то не взлетала, то летела куда-то не туда, то взрывалась где-то не там. Ну, судя по этому заявлению, я сейчас не готов его комментировать, насколько это реально, все-таки Сармат оказался в строю. Возникает вопрос, а от чего он дает? Значит, Россия готова начать ядерную войну с Украиной? Ну, на это последствия было... То есть, куда этот Сармат будет бить? Вопрос. По Украине, там, где находится, то есть ядерным оружием, по Украине, где находится в том числе и оккупационная армия, ведь понятно, что такой удар, ну, даже, ну, представлять себе это не хочется, это, конечно, будет очень тяжелая трагедия, но как раз военные эксперты утверждают и обоснованно утверждают, что ядерное оружие не способно изменить ситуацию на поле боя. Они просто не способны. Да, это будет трагедия, это будет гибель большого количества людей, но ядерное оружие и его последствия не, так сказать, не выбирают украинский солдат или российский. Будет уничтожено также большое количество российских войск. Ну, и самое главное, вот это будет удар там, я не знаю, по какой цели они хотят бить, в Украине или сразу по какой-нибудь стране НАТО. Понятно, что в этом случае Россия будет уничтожена. Будет уничтожена вся российская армия, будет уничтожен весь Черноморский флот, будет уничтожено фактически все ответным ударом НАТО, будут уничтожены все военные цели в России. И у меня сильное подозрение, что Путин это хорошо понимает. Поэтому и на самом деле после 1949 года, когда была утрачена монополия на ядерное оружие в одной стране, то ядерное оружие перестало играть военную роль. То есть, фактически оно перестало служить военным целям. Оно осталось только как оружие сдерживания и оружие шантажа. Как оружие сдерживания, ну вот оно перестало выполнять свои функции после начала этой войны. Потому что не сдержало ядерное оружие на начало крупнейшей войны в Европе. Но оно продолжает использоваться как оружие шантажа. И я думаю, что вот играть в эту игру, реагировать на этот шантаж, бояться этого шантажа, это заведомо проигрышно. Потому что это цели и преследуют. Ну, здесь очень большое сходство с терроризмом. То есть, уступать терроризму, это означает играть в его игру. Ну, а что касается страха Путина, то, что он боится. Он боится, действительно боится. Он трусливый человек. Он, в общем-то, ну скажем так, да, он, безусловно, на сегодняшний момент самый главный злодей на планете. Но по масштабам своей личности он намного выступает величайшим злодеем в истории, таким как Гитлер и Сталин. Те, ну, по крайней мере, Гитлер точно, будучи величайшим злодеем в истории человечества, он не был трусом. Со Сталином сложнее, но тоже Сталин в нужный момент собирался и действовал решительно. А Путин, он, в общем-то, пытается подражать этим величайшим злодеям человечества, но получается у него плохо. Поэтому он боится. Он боится ездить куда-то, потому что боится, что его отправят в Гагу в соответствии с орденом на его арест. Он боится покушений. Страшно испугался мятежа Пригожина. Тут же улетел из Москвы в направлении Тверской области. То есть, на самом деле, он трус. И во многом это предопределяет его действия. Он боится, он пытается, так сказать, скрыться, использует двойников. Ну, все это хорошо известно. Ну, на самом деле, я думаю, что... Ну, вот сейчас, кстати говоря, очень интересный тест, поедет он в Китай или нет. Здесь я думаю, что он поедет, потому что все-таки явно не в интересах Си Цзиньпина отправлять его в Гагу. Но, тем не менее, забавно будет наблюдать над тем, как будут разные слухи, как он поедет. Скорее всего, он не полетит на самолете, наверное, поедет на поезде. Ну, в общем, короче говоря, еще один интересный тест на трусость Путина. Да, но не зря же ему там бронепоезд за несколько миллиардов устроили. Поэтому надо хоть когда-нибудь использовать, то, возможно, как раз и вот эта поездка, в этой поездке он пригодится. Кстати, по поводу смешной или такой картонной защиты, была информация о том, что сразу после затопления барж для защиты Керченского моста к нему потянули стаи полупогружных, безэкипажных катеров, и один, говорят, уже уничтожен. То есть, это одно из свидетельств такой среды защиты тех мест, тех каких-то важных для Путина, и в целом для Российской Федерации, локаций. Ну, что касается вот этих вот надводных дронов украинских и вообще, вот вся эта дроновая война, действительно, Украина, которая в разы проигрывает России по размерам, по численности населения, я уж не говорю о территории, по военному потенциалу Украины, конечно же, в несколько раз уступает России, но эта битва очень сильно напоминает битву Давида и Голиафа. И вот небольшой Голиаф использует прощу, как известно из библейской легенды. И вот эти дроны украинские, что те дроны, которые поражают цели на территории России, что те дроны, надводные дроны, которые уничтожают российские корабли, это как раз вот эта вот проща Давида, которая на самом деле оказалась действительно оружием, против которого нет никаких, никакого противоядия у России. И вот это высказывание Путина о том, что ему нужно миллион операторов дронов, как раз демонстрирует вот это вот понимание того, что нет у них каких-то противоядий, нет у них каких-то методов против украинского дронового оружия. И Украина, которая в час по чайной ложке получает западное оружие, она сама начала производить достаточно эффективное оружие против украинской армии, против Черноморского флота и против российского ВПК. То есть на самом деле это действительно новая война, к которой Россия абсолютно не готова. Ну и кстати, Игорь Александрович, была информация, что Украина начала целиться в российские заводы по производству электроники. У украинских беспилотников появилась новая цель на территории России. Помимо объекта военной и энергетической инфраструктуры, они начали бить по заводам, производящим электронику. Я так понимаю, для того, чтобы ограничить как раз производство тех беспилотных аппаратов, о котором Путин и говорил. Ну да, то есть есть принципиальная разница между ударами Украины по российским объектам на территории внутри России, удаленным от линии фронта, и ударом российских ракет по украинским городам. Обратите внимание, вот за последнее время было большое количество ударов украинских беспилотников по российским объектам внутри, в глубине территории России. Ни одной жертвы, ни одной человеческой жертвы, даже, так сказать, вот эти вот высокоточные удары по Москва-Сити, там пострадали только бумажки Минцифры, которые разлетелись по переулкам. Но ни одна живая душа не пострадала. То есть Украина не уничтожает гражданское население России, а российские удары, последние удары, в том числе по Киеву, там в Киевской области погибли люди. И не только это. То есть постоянно удары идут по жилым кварталам и гибнут люди. То есть Россия уничтожает, убивает мирных граждан Украины. Украина отвечает ударами по объектам военной инфраструктуры. По самолетам, по аэродромам, по военным заводам, ну и по заводам радиоэлектроники, которые имеют военное назначение. Поэтому вот в этом тоже проявляется асимметричность этой войны. Россия стремится уничтожить украинский народ. Просто идет геноцид украинского народа. Украина просто уничтожает агрессора. Уничтожает его военный потенциал. В этом принципиальная разница. Ну прежде всего, конечно, в том, что в этой войне есть агрессор, есть жертва агрессии. В этой войне есть та страна, которая подверглась нападению. И на территории которой происходит эта война. Поэтому, ну вот, собственно говоря, в этом разница. Те люди, которые отстраненно говорят, ну там они воюют, они, так сказать, там убивают друг друга, поэтому надо просто прекратить войну. Это либо вранье, либо глупость. Так что здесь все достаточно очевидно. Асимметричность этой войны вполне очевидна. И она делает Россию преступной, страной преступницей, которая должна потерпеть поражение. И в конечном итоге, я думаю, что в том виде, в каком она есть, вот именно в этом виде Россия должна прекратить свое существование. Ну, кстати, недавно Кирилл Гуданов сказал о том, что война, которую начала Москва, должна вернуться на территорию России. Об этом он завел в интервью журналистке Наталье Масичук. И здесь интересно, на что, по вашему мнению, больше ставит украинское руководство? На военное уничтожение, ну тех же самых военных объектов, о которых мы с вами вспоминали? Или на какие-то политические изменения, когда в Российской Федерации уже почувствуют, что война постучала в их окно, то, скажем так, начнутся уже те внутренние процессы, о которых многие мечтают? Ну, мне трудно сказать, что имел в виду генерал-майор Буданов. Я думаю, что и то, и другое. И я думаю, что, ну, пока, по крайней мере, у Украины, украинского военного и политического руководства нет объявленных планов о том, чтобы вмешаться в какие-то внутренние процессы на территории России. И, так сказать, что может просто прекратить войну невоенными методами, скажем так, для меня, ну, пока, по крайней мере, никаких действий по тому, чтобы изменить ситуацию внутри России, ну, кроме как ударов по военным объектам на российской территории, украинское руководство не осуществляет. Более того, неоднократно заявлялась позиция, что вот эта война, это война по освобождению своей территории, и дальше Украина не пойдет. Ну, насчет дальше не пойдет, это понятно, потому что, так сказать, ясно, что украинцы не собираются погибать на территории России. Украина не захватническая страна. Но вот насчет того, чтобы изменить ситуацию внутри России, я думаю, что рано или поздно об этом придется думать и Украине, и всему миру, потому что война не прекратится. В том случае, если, даже если, в том случае, если будет освобожден не только Крым, но и Донбасс, Путин не прекратит войну. Поэтому эта главная боль останется и для Украины, такой сосед никуда не денется. И если путинский режим не будет уничтожен внутри России, а это может быть только внутри России, то война продолжится. Ну, а что имел в виду генерал Буданов? Я думаю, что генерал Буданов понимает это и думает об этом. Вопрос в том, что кто что может говорить. Но, скажем, президент Зеленский не может этого говорить, потому что он имеет дело с западными партнерами, которые будут, скорее всего, недовольны такой позицией. И Зеленский об этом прямо говорил. О том, что перенос войны на территории России может ослабить западную помощь. То есть, в Украине есть люди, которые могут что-то говорить, а есть люди, которые занимают другую позицию. Вот, скажем, та позиция, которая занимает, ну, тот статус, который есть у генерала Буданова, начальника Главного управления разведки, Министерства обороны украинского, извините, он позволяет Буданову говорить больше, чем, скажем, может сказать президент Украины. Поэтому, я думаю, рано или поздно Украина будет предпринимать какие-то меры по влиянию на ситуацию внутри России. В то же время тот же Буданов, он сказал, что после победы у России будет желание реваншизма, и у нас есть минимум 10 лет. Но мы, конечно же, будем не просто стоять в остро и готовиться, если на то потребуется. Эрдоган едет в Сочи к Путину разговаривать, как многие уже начинают комментировать, о сделках. А вот Михаил Подоляк в интервью, он в Reuters заявил, что отвергает возможность переговоров с Российской Федерацией. И тут задается вопросом, что же сейчас более вероятно? Или тут говорится о разных переговорах и о разных сделках? Я думаю, что никакого шанса вернуться в ту зерновую сделку, которая была, таких шансов нет. Естественно, у меня нет никакого инсайта, у меня нет никакой информации о том, что там произойдет, что там в голове у Эрдогана. Ну, я опираюсь только на здравый смысл. Я исхожу из того, что из достаточно простой вещи, что да, действительно, возврат в ту зерновую сделку, которая была обеспечена договоренностями с одной стороны между Россией, Турцией и ООН, с другой стороны между Украиной, Турцией и ООН, то есть это была такая вот тоже двойная сделка, симметричная. Шансов вернуться в эту сделку нет. Я думаю, что будет существовать две разные программы. Одна программа отдельная по перевозке украинского, транспортировке украинского зерна в другие страны. И я думаю, что у Путина не будет шансов этому препятствовать. Тем более, что уже какие-то суда идут из украинских портов с зерном. Так что и Путин уже не в состоянии. То есть он пытался объявить фактически Черное море своим внутренним озером. Ему объяснили, в том числе и с помощью вот этих вот украинских надводных дронов, что он просто лишится своего Черноморского флота. Но я думаю, что Эрдоган едет к Путину для того, чтобы договориться о отдельной параллельной зерновой сделке, благодаря которому Россия тоже будет свое зерно, ну и не только свое зерно, и удобрение экспортировать и беспрепятственно по Черному морю. Потому что в интересах Эрдогана, во-первых, продемонстрировать, что он единственный из стран-членов НАТО может о чем-то договаривать Путину. А во-вторых, Эрдоган не оставил своих надежд превратить Турцию в большой зерновой хаб. Ну, собственно говоря, на это и нацелен его визит. Так что я думаю, что будут две сделки, каждая из которых одна для украинского зерна, другая для российского зерна. Телеграм-каналы пишут, что признание Муратова, Нобелевского лауреата и по час частого собеседника Путина иностранным агентом это недоразумение и не операция прикрытия. Нельзя не заметить, что практически всю агентуру влияния, скажем так, второй службы как бы сейчас вписывают в утиль и там Венедиктова, Стрелкова, Кагарлицкого, прочих заметных и не очень лидеров общественного мнения выводят за статус такого близкого к системе. Это защищают публичную политику или что это? Ну, это все-таки разные люди, тут в одну помойку их сбрасывать не стоит. Это люди, которые играли разные роли. Значит, Кагарлицкий это классический левый, один из немногих классических таких левых. Это ученый, мы хорошо были знакомы. Ну, понятно, что человек очень неоднозначный, там много чего было в его биографии, и сидел он при Советском Союзе, как утверждают, и там были неприглядные какие-то факты в его жизни. Но это, его нельзя назвать там каким-то агентом влияния, это убежденный, убежденный левак. Но при этом это ученый, причем, кстати говоря, за рубежом он известен гораздо больше, чем внутри России. Вот, поэтому, ну, скажем так, его арест... Сейчас я пытаюсь обобщить. Вот арест Стрелкова, это Гиркина, точнее, давайте все-таки называть вещи своими именами. Арест Гиркина, это, что называется, от другой стенки гвоздик. То есть, это действительно целенаправленная зачистка вот этих вот турбопатриотов. Он находится в одном ряду с казнью Пригожина. Потому что долгое время, так сказать, вот этим турбопатриотам разрешалось кусать российское руководство за недостаточный фашизм. За то, что там вот как раз атомную бомбу на Украину не бросают, за то, что не переводят страну в режим Сталинского СССР. Вот за это не наказывали. А потом, после мятежа Пригожина, стало понятно, что это опасная история. Что они могут и пытаться силовым путем, в отличие, скажем, от либералов, от демократов, они могут и силовым путем попытаться свергать власть. И после этого началась зачистка. И Гиркин попал в том числе, ну, он попал еще до Пригожинского мятежа. Но это было связано с тем, что действительно уже вот это вот нападение на власть турбопатриотов, оно стало опасным. Значит, и вот Гиркин, это отдельная история. Что же касается Венедиктова, Венедиктова, ну, он стал не нужен. То есть, роль Венедиктова, как человека, который долгое время играл такой вот свой среди чужих, чужой среди своих, как его Андрей Андреевич Пянковский называл двойным агентом, значит, она утрачена, она больше не нужна. Путину уже больше не нужны вот такие изощренные методы, так сказать, влияния на интеллигенцию, на, так сказать, сомневающихся и так далее. То есть, ему уже больше не нужны. С началом вот этой вот широкомасштабной войны против Украины режим перешел совершенно в другое качество. Ему больше не нужны манипулятивные методы, так сказать, управления страной. Он перешел к открытой фашистской диктатуре, которые, так сказать, не используют, что называется, эхо Москвы, и Венедиктов, они перестали соответствовать целям. И поэтому он был просто, так сказать, выкинут, и, в общем-то, вот он и на агент, и все. Что же касается Муратова, ну, я думаю, что Муратов, в принципе, это, да, это вот уже переход на другое качество. Тот человек, который является нобелевским лауреатом мира и человек, который на самом деле пытался все это время как-то дозировать, живя в России, пытался дозировать, так сказать, критику. Новая газета была ликвидирована, превратилась в новую газету в Европе, которая уже непосредственно к Венедиктову, вернее, к Муратову не имеет отношения непосредственного. Но, фактически, вот Муратов остался как некая общественно значимая величина в России. Но, по сути дела, его попытки, все-таки оставаясь в России, как-то умеренно критиковать критиковать путинский режим, не переходя какую-то грань, вот они закончились. Не знаю, что он будет дальше делать, уедет из России или останется, и в конечном итоге, если он будет продолжать вот эту свою умеренную критику, он, конечно, сядет в тюрьму. То есть, для путинского режима сейчас уже нет никаких ограничений, и он не заинтересован в каких-то, ну, достаточно, скажем, так сказать, контактах с... Еще раз говорю, Путин устранил из своего арсенала какую-то тонкую игру, манипулятивную с общественным мнением. Теперь только насилие, только уничтожение оппонентов и только грубые насильственные методы подавления любого и накомысля. В том числе и такого осторожного, как это было, скажем, у таких людей, как Горлицкий, Муратов, хотя это очень разные люди. Но зачищается все под... просто под... стирается все под асфальт. Ну, кстати, и, я так понимаю, зачищают, скажем так, зэп-публику, особенно близких сейчас к Пригожину и тому же Стрелкову или Гиркину, как администратор телеграм-канала Москов Коллинг, Куршин. Его же также недавно листовали. Вы знаете, здесь, да, это тоже происходит, но здесь это уже другая история. Здесь все-таки защищается все то, что как-то смыкается с теми людьми, которые могут организоваться, ну, или режим думает, что они могут организоваться и повторить то, что делал Пригожин. То есть, вот этот мятеж Пригожина, он показал, что Россия изнутри не защищена от вооруженного восстания. Этот мятеж показал, что вооруженное восстание в России может быть успешным. То есть, Пригожин совершенно... Во-первых, что, несмотря там на дутые цифры поддержки Путина, население радостно, с цветами готово приветствовать любую военную силу, любую реальную силу, которая выступит против режима. Вот в Ростове там, я не знаю, вагнеровцев за исключением там одного человека, основная масса жителей большого российского города радостно приветствовала их. Никто не пытался встать на дороге очень небольшой группы ЧВК Вагнер, которая двигалась по трассе Дон по направлению Москвы. То есть, в принципе, это показало, что в общем-то сравнительно небольшой по сравнению с громадой вооруженных сил и силовых структур небольшой отряд может в принципе осуществить военный переворот. То есть, вот, скажем так, недавно произошло то, что произошло в Габоне, оно, я думаю, что вот это умное голосование по-габонски, когда, значит, режим, существовавший 56 лет, диктаторский режим, был свергнут военными в течение нескольких минут, вот это умное голосование по-габонски, по-габонски, оно может быть реализовано и в России. И Путин этого, конечно, панически боится, стараясь зачищать все то, что так или иначе может спровоцировать вот такой вот вариант. Блумберг в то же время сообщает, Министерство обороны Российской Федерации выманило Пригожина из Африки в Россию накануне гибели. И что интересно, что каждый пятый в России счел убийство Пригожина местью Путина. Согласно опросу Левада Центр, чуть более четверти респондентов склоняются к тому, что это была трагическая случайность. А каждый пятый верит версию о мести со стороны властей за июнский мятеж. И еще примерно 16% опрошенных считает, что Пригожин сам устроил катастрофу и на самом деле жив. И почти столько же, около 14%, полагая, что за терактами стоят иностранные спецслужбы. Тут, Игорь Александрович, больше, знаете, к тому, что все, скажем так, произошло на наших глазах. До сих пор, скажем, такого общего для всех понимания, что же произошло, тут все-таки и нет. Ну, вы знаете, что касается общественного мнения, то оно трудно комментировать, потому что действительно в условиях дефицита информации, в условиях того, что тотальное вранье, существует с телевизора люди. Ну, и вообще в целом вот такие разновекторные информации. С одной стороны пригожен герой России, с другой стороны Путин объявляет его преступником, предателем, значит, изменником, которого надо наказать. С третьей стороны он его принимает в Кремле и, значит, прекрасно он участвует в саммите Россия и Африка там фотографируются с главами африканских государств, едет в Африку, едет в Беларусь, то есть вообще непонятно. И вот этот вот сумбур места музыки, который существует в информационном пространстве, он вызывает самые разные гипотезы, в том числе и конспирологические, что Пригожин сам это все устроил, что Пригожин жив и так далее. Здесь больше недоумения, скажем так, ну и огорчением вызывает то, что и целый ряд обозревателей, целый ряд людей, которые считают себя аналитиками, заявляют о том, что Пригожин жив, что там уже даже какие-то телефонные переговоры его с Путиным перехватываются. То есть, ну, на самом деле в условиях стресса, в условиях тотального вранья со стороны власти процветают конспирологические версии. Конспирология, мистика, все это на сегодняшний момент очень популярно. Ну, это способ, понимаете, конспирология это тоже какая-то, так же как мистика, как все эти новоявленные ванги, это тоже вера в чудо. На самом деле вот он не умер, он жив и так далее. Пригожин вызывает, несмотря на, скажем так, несколько экзотический облик на уголовное прошлое, на чудовищный садизм, на огромное количество убийств, крови, которым этот упырь сопровождает свое похождение, он вызывает симпатию у достаточно большого количества россиян. Это в какой-то степени диагноз того, в каком состоянии находится российское общество. По последним опросам, ну, опросам в России трудно доверять, но тем не менее, по понятным причинам, но какие-то вопросы, они все-таки не сопровождаются боязнью обнаружить свою позицию. Ну и в какой-то степени я склонен верить тому, что вот примерно пятая, там, четвертая, пятая, четверть или пятая часть россиян на сегодняшний момент симпатизирует Пригожина и, так сказать, относятся к нему как героя. Последний к вам вопрос, скажем так, вопрос, кто же виноват? Вынужденный покинуть свой дом в Швейцарии новоиспеченный гражданин Арабских Эмиратов и владелец компании Еврахим Андрей Мельниченко рассказал о своем отношении к войне. И Мельниченко считает, что виноваты все и называет вину коллективной. Это была глобальная ошибка, люди, которые пытались остановить это и не справились. Про вину Путина он сказал, что жизнь гораздо сложнее, а вот по его словам президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность, потому что стремление не допустить войну целью своей избирательной кампании, но своим крайним непрофессионализмом спровоцировал на нее сильного агрессивного соседа. И здесь мне, Игорь Александрович, кажется, что довольно неправильно все возлагать только на Владимира Зеленского, я не буду, скажем так, выступать адвокатом, но в то же время, знаете, когда мы обвиняем другого, то это, как мне кажется, автоматически снимает ответственность с тех, кто окруждает Владимира Зеленского. И тут есть ли по вашему мнению действительно какая-то недоработка, скажем так, со стороны Украины, чтобы не допустить этот конфликт, или это решение, которое было принято в любом случае вне зависимости от наших действий? Ну, ну, закуску вы такой сюрприз мне преподнесли. Вот, значит, смотрите, ну, прежде всего я бы хотел, значит, прокомментировать слова Мельниченко. Вот, я сейчас пытаюсь найти, я сейчас, не знаю, словарей у меня при себе нет, значит, пытаюсь найти цензурные слова, так, потому что материться в эфире как-то мне не хочется, но, ну, цензурное слово, пожалуй, подонок. Подонок. Мельниченко это подонок. То, что человек не понимает, что он делает, говорит гадость, то есть, в этой ситуации говорить о вине, значит, об ответственности Зеленского, вот, в этой ситуации, это полное подонство. Что произошло? Зеленский действительно пришел к власти, пришел, выиграл выборы на, так сказать, волне разочарования в позиции своего предшественника. Когда началась война, ему предложили уехать, он сказал, что я заказывал танк, а не такси, отказался уехать, я не вызывал такси, он отказался уехать. он все это время вел себя безукоризненно, действительно выражал позицию украинского народа и справлялся с этой работой вполне успешно. Значит, позиция Мельниченко заключается в том, чтобы каким-то образом спасти свои капиталы. Это подонство в чистом виде. у него не хватает, я думаю, что Мельниченко с его позицией будет вечным изгоем на Западе и вечным изгоем в России. Это позиция мерзавца, который пытается усидеть на нескольких стульях одновременно, но в конечном итоге Господь ему судья. Что же касается ответственности Украины, то она вообще в условиях, когда происходит вот эта трагедия с украинским народом, говорить об ответственности Украины, мне кажется, эта позиция крайне ущербна. Если попытаться отвлечься и, что называется, все-таки порассуждать, а что могла сделать Украина, чтобы предотвратить эту войну, то ответ очень простой. Начиная с момента обретения независимости, Украине стоило бы возрождать армию, становиться Израилем с самого начала, понимая, что рядом есть сосед, который может, готов ее уничтожить. То есть фактически, ну знаете, я не хочу выступать в роли мудрой совы, которая на вопрос мышей, что им делать, чтобы спастись, говорила, мыши, станьте ежиками. А когда они спрашивали, а как это сделать, говорить о том, что я вам стратегию наметил, а тактику вы уж сами думаете. Да, Украина, конечно же, могла предотвратить эту войну. Для этого ей нужно было превратиться в высоко милитаризированное государство, которое создавало бы армию, готовую ответить на любую агрессию. Но это было невозможно. В Украине была очень своеобразная своя украинская демократия. В Украине был плюрализм, в Украине шла внутренняя борьба разных мнений, разных точек зрения. В Украине сохранялась в огромном количестве, в том числе и советская идентичность. большинство украинских граждан голосовали за Януковича. Это все было. Это были люди, которые потом, даже после оккупации Крыма, несмотря на то, что был такой стресс, нападение соседа, оккупация Крыма, война на Донбассе, несмотря на это, значительная часть населения Украины по-прежнему голосовала за абсолютно пророссийские силы, все эти медведчуки, все эти Рабиновичи. Это были откровенно российские агенты, и несмотря на это украинцы за это голосовали. Да, если говорить в этом смысле о какой-то вине Украины, ну, наверное, но это из серии, понимаете, зачем изнасилованная девушка в короткой юбке ходила через парк. Понимаете, с одной стороны, да, есть проблема вективности, в криминологии она известна, но с другой стороны, в момент совершения преступления возлагать вину на жертву, ну, мне кажется, ущербно и в политическом, и в моральном плане. Поэтому сегодня речь идет о вине, индивидуальной вине тех, кто развязал эту войну, и о коллективной ответственности россиян. Потому что именно россияне в целом не смогли предотвратить это нападение. И вот в этом направлении, мне кажется, стоит поразмышлять. Друзья, Игорь Яковенко был с нами на связи. Не забудьте, что есть YouTube-канал, так и называется, Игорь Яковенко, и также подписывайтесь на телеграм-канал Медиафрения. Игорь Александрович, вам благодарен за участие в этой программе и за вашу аналитику. И до новых встреч на нашем канале Политэка. Спасибо. Удачи вам. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok